МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сожалеет, но прощения не просит. В Рыбинске судит водителя, задавившего двух детей. Смотрите также в выпуске. Не спрятаться, не скрыться. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД ловили должников. Первые в Ярославле на площади труда закладывают ландшафтный парк. Чиновник-политик-садовод Виктор Булунчунас показал городскому телеканалу урожай из своего сада. Последняя телепятница в зале имени Нужина завершается юбилейная выставка городского телеканала. Маркетинговый ход. Футболист Шинника искал на улицах Ярославля фанаток. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Наталья Пионова. Здравствуйте. Вместе со мной о главном регионе корреспонденты городского телеканала. В Рыбинске начался суд над водителем, сбившим двух детей. Трагедия произошла весной этого года. Иван Угурцов на своем форде двигался от дворца спорта полет и на затяжном повороте выехал на тротуар, где сбил детей. Мальчики 8 и 10 лет катались на велосипеде и самокате. Один скончался на месте, другой умер в больнице. Задержали водителя очевидца ДТП. Он оказался пьян. В зале суда подсудимый чувствовал себя неуютно, прятал взгляд. Заявил, что свою вину признает полностью, раскаивается. Но просить прощения у родителей погибших детей считает бессмысленным. Прощение бессмысленное, я знаю, что я его не получил. Прошу прощения, но знаю, что прощение не послуживает. По словам подсудимого, он первый раз сел за руль нетрезвым, что отмечал в тот день и рассказывать не стал, и сожалеет, что все так случилось. При этом мужчина признался, что у него самого есть двое малолетних детей, одному ребенку три года, второму полтора. Судебный процесс продолжится 22 августа. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ярославну будут судить за покушение на убийство своей дочери. Напомню, в апреле на улице Клубной в Ярославле из окна квартиры на пятом этаже выпала 4-летняя малышка. 41-летней матери первоначально было предъявлено обвинение в оставлении в опасности. Все приняли случившееся за несчастный случай. Правда, многих удивило и открытое настиж ранней весной окно, и то, что мать не особо переживала за свою малышку. Она не сразу спустилась вниз, скорую вызвали прохожие. Девочку в тяжелом состоянии увезли в больницу. Выжил ребенок только благодаря квалифицированной и своевременной помощи врачей. Но в ходе следственных действий обвиняемая сообщила, что умышленно пыталась убить свою малолетнюю дочь. Впоследствии следствием действия женщины переквалифицированы на покушение на убийство, поскольку в ходе следственных действий обвиняемая сообщила, что умышленно пыталась убить свою малолетнюю дочь путем сбрасывания последней из окна квартиры. Преступные действия обвиняемой не были доведены до конца, так как потерпевшая была обнаружена прохожими и экстренно доставлена в больницу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Арестовали две машины и мобильный телефон. В Ярославле прошел совместный рейд сотрудников госавтоинспекции и судебных приставов. Правоохранители с помощью специальной отслеживающей системы и дорожных камер видеонаблюдения ловили злостных должников. В основном в ходе подобных акций все платят на месте. Однако нашлись и те, у кого не хватило средств. Наша съемочная группа с места событий. Оживленный участок дороги на федеральной трассе М8 выбран не случайно. В сутки по нему проезжают десятки тысяч автомобилистов. У каждого своя история. Однако, если говорить про кредитную, то не у всех она хорошая. Злостные нарушители ПДД и прочие должники спокойно едут по своим делам на личном транспорте. По мнению Федеральной службы судебных приставов, это неправильно. Неуплата административного штрафа в строк, предусмотренный административным законодательством. Так, здесь подпись. АТ-51, где конституция здесь? Нарушители отслеживают при помощи специальной программы. Сначала все номера автомобилей должников вносятся в специальную базу. Потом в режиме реального времени камеры фиксируют их местоположение. Таким образом можно прогнозировать маршрут должника и направить к нему наряд ГАИ. Я ехал по колене на 12. Откуда это вылез? Сонно щедренно. Проехал по московскому. В этот раз остановили порядка 30 машин. Почти все водители соглашались на месте оплатить долг через мобильный банк. За один рейд кредиторам вернулись около 100 тысяч рублей. Однако нашлись и те, у кого необходимой суммы не оказалось. Их автомобили эвакуировали на штрафстоянку. Дальше публичный торг и погашение долга. Владелец машины получит разницу от вырученной таким образом суммы. За неуплату административного штрафа в установленный срок составляются материалы по части 1 статьи 20.25 КОАП РФ под осматривающим наказание в виде административного ареста. А с судебными приставами и исполнителями накладывается арест на движимое имущество должника, в том числе на автомобиле. Общая сумма задолженности ярославцев по исполнительным листам судебных приставов составляет почти миллион рублей. Игорь Шевченко, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Данилови сотрудники госавтоинспекции ловили нарушителей с помощью дрона. В Рыбинске прошла акция «Мой двор, моя команда». Инспекторы совместно с волонтерами общались с детьми и их родителями. Эти и другие темы смотрите в программе «Дорожный патруль 76» в воскресенье в 13.35 на городском телеканале. В Дзержинском районе подростки подожгли спортплощадку. Видео инцидента уже набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях. Вечерний отдых молодые люди решили скрасить костром на резиновом покрытии уличных тренажеров. После того, как неравнодушная женщина сделала замечание, только один из них попытался потушить огонь. И остальные предпочли скрыть лицо и отсидеться в стороне. Как сообщили городскому телеканалу в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, все причастные лица установлены и доставлены в отдел полиции Дзержинского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Администрации района предстоит оценить нанесенный ущерб. Ярославцы возмущаются тем, что универсальные кассы стали брать комиссию за пополнение проездных. Теперь дополнительно удерживается 2% от суммы платежа. Ранее организация уже брала комиссию за платежи по персонифицированным транспортным картам. Теперь очередь дошла до проездных. Однако, как пояснили в ЯРОБЛТранскоме городскому телеканалу, решение универсальных касс является законным, так как они являются коммерческими агентами. В свою очередь в профильном департаменте предлагают альтернативы пополнения проездных без комиссий. Так многие ярославцы уже вносят денежные средства без дополнительной оплаты на транспортные карты. Это можно сделать на автовокзале Ярославле Главном, в социальных аптеках и на Почте России. Со своей стороны информируем, что пополнить проездной или ЯКарту без комиссии можно, используя сервисы Сбербанк Онлайн. Также в отделениях и устройствах самообслуживания Сбербанк и пункте обслуживания ГБУ ЯРОБЛТранском по адресу Ярослава, Людиц, Советская, дом 64. Сроки завершения ремонта площади труда перенесли до середины следующего месяца. Подрядчик уверяет, что это будет первый ландшафтный парк в городе. Уже выполнена большая часть технических и инженерных работ, уложена плитка. Активно идет подготовка к укладке рулонных газонов и отладкая система освещения. С остальными подробностями мой коллега Игорь Шевченко. Один из центральных скверов города ждет преображения, к сожалению, не в срок. Площадь труда имеет богатую историю и спроектирована достаточно необычно. Место притягивает внимание жителей города и гостей. На данный момент прогресс ремонта оставляет желать лучшего. Работы еще много. Все с нетерпением ждут финальный вариант. Мне кажется, что парк нужно быстрее ремонтировать, так как сезон только начинается. У некоторых. Поэтому я думаю, что к сентябрю должно быть все готово. Думаю, что будет красиво. Хожу каждый день. Но медленно, да, медленно продвигается очень работа. Хотелось бы побыстрее ходить по этой красоте. На модернизацию обоих скверов по контракту выделено около 31 миллиона рублей. За задержку сдачи работ придется заплатить пеню. По словам подрядчика, возникли некоторые непредвиденные трудности с деревьями. По предварительным оценкам, новая дата сдачи – 10 сентября. Здесь в этом парке будут дополнительно выполнены дорожки прогулочные, тихие зоны, теневые навесы с качелями тоже будут установлены. То есть в любом случае в текущем году территория будет полностью завершена. Все штрафные санкции подрядная организация получит. Подрядчик нашел и объективное, и субъективное объяснение причин. То есть он не ушел, он не пропал. Он здесь, он приходит на встречи, общается с нами, общается с гражданами и объясняет, почему это происходит. Но если в прошлое время мы кивали и говорили, ну так бывает, то теперь позиция заказчика мэрии, позиция депутатов гораздо жестче. Подрядчик, в свою очередь, утверждает, что прикладываются все силы для того, чтобы завершить работу в новый срок, выполнить ее качественно. Свой проект смело называет первым ландшафтным парком в городе. Говорит, что по задумке это будет уютное место в самом центре, где найдется место для каждого. Делается освещение, укладываются кабеля. Особенность этого проекта в том, что рулонный газон будет сформирован в виде геопластики, то есть некие горки, спуски, что принесет этому объекту пикантный вид. Некоторые люди переживают за деревья, но и тут представитель подрядчика спешит успокоить. На объекте ведутся работы с соблюдением всех современных стандартов и применением специальной техники. А вот с помощью такой мобильной техники копают узкие траншеи. Это все-таки парк и деревьев тут много. Самое главное – не повредить их корни. Гарантия на объект после сдачи – три года. Подрядчик будет нести полную ответственность за качество выполненных работ. Игорь Шевченко, Денис Кауров, главные телевизионные новости. Садоводы и огородники начали сбор урожая в теплицах уже на подходе экзотические для наших мест культуры. Виноград, как оказалось, тоже возревает в наших широтах, но за ним требуется тщательный уход. Этим сложным делом занимаются немногие. Как виноградарь прославился и Виктор Волончунас. Заместитель председателя областной дома отдал возделыванию виноградной лозы более 10 лет. Марина Смарагдова отправилась полюбоваться на плоды. Эстер, Боярин, Тукай, Олимпиада – все это название сортов винограда. У Виктора Волончунаса их более 20. Он знает о них все и даже лечит. Виктор Владимирович не сильно бронит ос, который лакомится виноградом. Это признак того, что ягоды созрели. Это все одна гроздь. Гроздь, видите? Это называется киш-миш. Селекция постоянная. Если сорт ведет себя плохо, например, на плотной грозде часто образуется налет, то от него садовод отказывается. Сильные добросовестные растения называют трудягами. Тонкостей много. Важно, чтобы лоза перезимовала в тепле. Это брус на сто. Я его наращиваю пенопластом. Закладываю все. Ну, укладываю лозу. Закладываю все соломой. Ну, потом еще укурной материал. Садовод называет своих учителей. Это Вадим Тачилин из Белоруссии и Владимир Волков из Ростова-Великого. С супругой прошли курсы. Виноград заставляют и в интернете посидеть. Киш-миши вот в 342-м плотная кисть такая. А здесь, смотрите, вот она вроде бы плотная, она рассыпчатая. И что хорошо, нет горуха. Вот этот маленький, это не в счет. Новички первогодки зимуют в ведерках в специальном помещении. Иногда растения болеют. У винограда свои специфические хвори и, соответственно, специфические лекарства. В большом дачном хозяйстве, конечно же, не один виноград. Много яблонь. В этом году они просто усыпаны калиброванными плодами. Какая красота. Прямо одно к одному, как эти куриные яйца лежат, да? Белый налив уже практически поспел. Каждое яблочко в конце сезона будет заботливо снято, сложено в ящик. Семья большая, а зима долгая. Сказочных размеров тыква украшает большой садовый натюрморт. Ежевика наливается соками земли. Названию сорта волшебная. Небеса могут подождать. Означает, что в ягодах такая концентрация полезных веществ, что их употребление отодвигает неизбежное. Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Третью субботу августа ярославцы со всем миром отметят День бездомных животных. Он призван обратить внимание на проблему бродячих собак и уличных кошек. Многие ярославские организации проведут разные благотворительные акции в этот день. К примеру, некоторые ветклиники объявили о бесплатной стерилизации бездомных животных. Сделать это можно и в другие дни. Ярославские волонтеры выиграли президентский грант на бесплатную стерилизацию бездомных животных. Как это будет происходить, расскажет Александр Захаров. Анастасия взяла из приюта двух собак. Животные уже были стерилизованными, а потому более спокойные и здоровые. Тем не менее, проверить состояние питомцев не лишнее. Стерилизованные собаки, они более спокойные. У них уже потомства как бы не будет. И у них меньше риска развития каких-нибудь заболеваний очень опасных с возрастом. Ее слова подтверждает ветеринар. Стерилизация действует как профилактика различных заболеваний у животных. Снижает риск возникновения новообразований. Небезопасные гормональные препараты, которые хозяева дают им, чтобы подавить инстинкты. У животного могут возникнуть гормональные нарушения. Что в свою очередь приведут чаще всего к эндометрии. Это воспаление матки, которое переходит в более острое заболевание в пиометру. И тогда это уже не плановая стерилизация, как у нас получается, а по показаниям. Соответственно, возникают уже и материальные затраты, и временные затраты. Стерилизация позволяет решить еще одну главную проблему. Увеличение числа бездомных животных. Поэтому ярославские волонтеры решили подать на президентский грант проект бесплатной стерилизации и вакцинации уличных животных. И выиграли его. До конца года бесплатную стерилизацию бездомным животным будут проводить в одной из ярославских ветклиник. Мы работаем с волонтерами города Ярославля, с бабушками города Ярославля, которые опекают бездомных животных. Все знают об этой стерилизации, об этой акции, и поэтому пишут мне заявки. Это происходит у нас в чат есть специальный. Мы назначаем день, и волонтеры везут своих бездомных животных на стерилизацию, на вакцинацию. Снизить количество бездомных животных можно и съездив в приют для них. Кстати, в день бездомных животных проходит такая акция. Любой желающий может приехать в приют, погладить кошку, поиграть с ней, накормить ее, ну и, соответственно, взять ее домой. К примеру, вот такого маякуна по кличке Виола. Грант на стерилизацию бездомных животных не единственный, который будет реализован в городе. Буквально на днях подведены итоги областного конкурса для некоммерческих организаций. Помимо бездомных собак у нас выигран грант – это ответственное собаководство, то есть это обучение людей, как обращаться с домашними животными, по выгулу собак. Очень много претензий – правильно, неправильно, нужно наказывать, не нужно, какие места для выгула собак. Грантовой политике в Ярославле уделяется большое внимание. Это способ решения важных вопросов без привлечения бюджетных средств. Александр Захаров, Василий Мосин, главные телевизионные новости. В Ярославском зоопарке для мини-козочек в Альпака парке придумали новое развлечение. Видимо, сотрудники вспомнили игру «Царь горы», в которую играют дети. Смысл ее – занять возвышенность и дать отпор всем, кто хочет скинуть себя. Козам сделали мостик-горку, который им, конечно же, очень понравился. Каждая хотела непременно им завладеть и попробовать на вкус. После борьбы за самое высокое место в вольере победитель на него улегся в гордом одиночестве. Сегодня на выставке «Нам 30» в зале имени Нужина Музея истории города состоялась финальная телепятница. С 1 июня в зале работала экспозиция, рассказывающая о нашей телекомпании с раритетной техникой, работающими камерой, кинозалом и импромизированным местом для ведущих. Словом, мы постарались максимально погрузить зрителей в атмосферу за кулиси телевидения. И сегодня произошло еще одно интересное событие, какое узнала Марина Смарагдова. Выставка заканчивается, но остается книга отзывов с теплыми пожеланиями и яркими впечатлениями. Очень понравилось место для телеэфира, почувствовал себя ведущей. Интересно было поглядеть на общее фото коллектива, атмосферно. 30 лет, много это или мало, как сказал бы Карлсон, это самый расцвет сил. Очень приятно было посмотреть на технику, с которой работал. И еще сотрудники музея придумали вот так представить нашу книгу друзей телеканала. Здесь очень много известных ярославцев, и не только ярославцев, а людей, известных всей России, всему миру. Они приходили к нам на эфир и оставляли вот такие замечательные тоже пожелания. В год 30-летия они пришлись очень кстати. Выставка будет работать и в субботу, и в воскресенье. Ярославцы проявили интерес, и это не случайно. С программой городского телеканала выросло целое поколение горожан. И сегодня, в конце рабочего дня, кто-то специально пришел, чтобы увидеть телевизионную кухню. Интересно. В принципе, я только видела на экране, да, а здесь я вижу, какие камеры, как это все происходит. Очень даже интересно. 30 плодотворных лес сконцентрировались в фотографиях, студийном оборудовании, кассетах. Мы хотим поблагодарить городской телеканал за выставку, потому что это, наверное, одно из самых наших таких вот уютных выставочных предложений, которое очень понравилось ярославской публике. Было очень здорово на выставке гостить детям, которые смогли потрогать оборудование. Сотрудники городского телеканала, активно проявившие себя в построении выставки, удостоены благодарственных писем музея. В самом деле, за 30 лет это был первый опыт, надо сказать, удачный и любопытный. И во многом это зависело от экспозиционеров. Произошел полезный обмен опытом и знаниями. Работать было очень интересно. Во-первых, очень хорошая была атмосфера. Мы встретили давних знакомых, которые стали хорошими друзьями. Вместе строили, вместе подбирали экспонаты, обсуждали какие-то идеи. Было очень-очень приятно и очень комфортно. Все, кто присутствовал в зале, поставили свои письма на афишу с пожеланиями коллегам через 10 лет. Афиша «Исторические ручки и флешка с фотографиями» выставки отправлена в капсулу. Она будет занесена в фонд музея истории города, будет единицей хранения. Пломба содержит надпись, что открыть сосуд нужно будет через 10 лет, 18 августа 2033 года. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Главные телевизионные новости. В Ярославле стартовала военно-патриотическая акция «Мы вместе». В преддверии дня «Флага России» сотни людей собрались в парке «Рабочий сад Красноперекопского района». Для жителей была предусмотрена разнообразная культурная программа, концерт творческих коллективов, показательное выступление спортсменов, выставка военного обмундирования бойцов Великой Отечественной войны. Приходили целыми семьями с детьми. «Сколько людей, какая интересная программа. Такие акции, конечно, безусловно, нужны. Они, пусть и находятся, эти акции проводятся, так скажем, в тылу, но через наших ребят, через нас, с теми, кто с ними общается, с ребятами на передовой, это вот настроение общей поддержки, оно, естественно, передается». Все желающие могли оказать посильную помощь военнослужащим прямо в парке. Был организован мастер-класс по плетению маскировочной сети и акция «Чебурашка для солдата». В завершении полевая кухня угостила взрослых и детей вкусной солдатской кашей. «Я считаю, что праздник удался, и этот праздник, праздник именно вот эту акцию, мы направляем в поддержку наших вооруженных сил, которые сейчас осуществляют специальную военную операцию». И сейчас к спортивной части выпуска. Футболист Ярославского шинника Дмитрий Малыхин вышел на улицы города в поисках фанатки. В его руках табличка, соответствующая надписью. Такой флешмоб вызвал позитивные эмоции у представительниц прекрасного пола, а самым активным вручили билеты на предстоящий домашний матч черно-синих. В интервью нашему телеканалу 22-летний полузащитник рассказал, как согласился на такую авантюру и признался, что дама сердца у него уже есть. «Самая главная болельщица – это она в моей жизни. Но при этом меня как бы заманили, не сказали до конца всей правды. И так вот весело и забавно получилось, что я пришел и меня поставили перед фактом. Мы в свою очередь поддерживали ту идею, чтобы и порадовать народ, и созвать на матч». Популярность черно-синих набирает обороты. В прошлом туре поддержать команду пришло почти 3000 человек, и это далеко не предел. Уже завтра подопечные Дмитрия Хамухи примут на домашнем стадионе Краснодарскую Кубань. Игра пройдет в рамках шестого тура первой лиги в 17.00. В «Красных ткачах» под Ярославлем проходит командное первенство России по шахматам. В турнире принимают участие 33 сборные из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Московской, Липецкой, Костромской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, Пермского и Алтайского краев. Медали разыгрывают среди юношей и девушек до 19 лет по улицу классическим и быстрым шахматам. Всего в расписании первенства 9 туров, заключительный запланирован на следующий понедельник, 21 августа. Теперь к погоде жители Курильских островов, Забайкалья, Якутии, Хабаровского края, Бурятии, Камчатки, Амурской области не успевают сушить зонты. В Приморье на многих реках превышена неблагоприятная отметка уровня воды, есть подтопление жилых территорий. А вот в Ижевске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха 31,6 против 31,1 в 1934 году. Каких погодных максимумов ждать ярославцам, расскажет Юлия Василенко. Здравствуйте, с вами Юлия Василенко и прогноз погоды на субботу. Облачная погода продержится на протяжении всего дня, осадков не ожидается. Подробности через несколько секунд. В субботу ночью в Ярославле переменная облачность без осадков, температура 14 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 80%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В субботу дню в Ярославле облачно, без осадков, температура 22 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, влажность воздуха 62%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. На этом прогноз погоды окончим. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске. Через мгновение в эфире художественный фильм «Вне времени». Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, в официальном паблике во ВКонтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Наталья Пиунова. До свидания.